Свой отчёт глава Десногорска начал в социально-демографической обстановке в городе. Очередной год не удаётся обеспечить естественный прирост населения. Динамика рождаемости идёт на спад. Тем самым наблюдается сокращение общей численности жителей. Также есть иммиграционные процессы. Численность постоянного населения города Десногорска, по данным территориального органа статистики, ежегодно уменьшается. И на 1 января 2019 года составило 27 358 человек. Уровень безработицы составил 0,63%. Кроме этого, реализуются программы бесплатного общедоступного образования и меры по развитию массового спорта. На базе школ также в течение учебного года работают школьные и спортивные секции баскетбол, волейбол, плавание, лёгкая атлетика, шахматы, общередическая подготовка. С 2018 года провести досуг в городе можно в отреставрированном киноконцертном зале в Центре культуры и молодёжной политики. Реализация этого проекта велась в тесном взаимодействии со Смоленской атомной станцией и Фондом кино. Также за 2018 год было отремонтировано множество дорог общего пользования и обустроены придомовые территории. Работы были проведены благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Было отремонтировано три беда на моем территории. Это первый микрорайон дом 10, второй микрорайон дом номер 1 и четвёртый микрорайон дом номер 7 и 8. А также была устроена общественная зона между первым и вторым микрорайонами. План бюджета за 2018 год был выполнен на 99,2%. Было получено 493 миллиона 161 тысяча рублей. Отмечены также ключевые проблемы муниципального образования, которые требуют всестороннего анализа и решения. Это сокращение численности жителей в связи с изменением демографических факторов, уменьшение количества объектов МСП, изношенность инженерной коммуникации, закрытие автовокзала, принадлежащего ЗАО «НП «Автотранс», недостаточность квалифицированных кадров в системе образования и правоохранения. Главными задачами значатся улучшение демографии, привлечение инвестиций, ремонты автомобильных дорог, привлечение молодых специалистов в систему образования и здравоохранения. Кроме этого, укрепление доходной части бюджета и содействие созданию новых рабочих мест. Депутатами городского совета деятельность Андрея Шубина на посту главы Десногорска была признана удовлетворительной. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.